Доброго времени суток, ребятки! На связи Александрия. Продолжительное время наша информационная империя снабжает вас самыми свежими, актуальными и проверенными новостями аниме-индустрии. А с недавнего времени начали делиться впечатлениями о картинах, которые нашей администрации кажутся весьма многообещающими или как минимум любопытными. Вашему вниманию представляется всё та же знакомая всем рубрика, но теперь в новом видеоформате. Не знаете, что посмотреть и полагаетесь на вкус людей, которые способны порекомендовать что-то действительно стоящее? Тогда вам сюда! Глаза и уши в режим повышенной внимательности и поехали! Сегодня речь пойдёт о новом творении непризнанного гения футуристичной драмы Юсахира Ишиуры. За плечами маэстро такие картины, как «Перевёрнутая потема», «Время Евы» и «Бледный кокон». Новый фильм «Спой немного гармонии» всё так же пестрит идеями постмодернистского будущего человечества, где искусственный интеллект и передовые технологии стали бытовой частью жизни людей, а во главе угла всё так же стоит концепция души в бездушных андроидах, которые, вопреки всем законам Азимова, обладают и собственным характером, и собственной волей. Из неоспоримых плюсов нового фильма можно выделить, например, приятную, неожиданную для работ Ишиуры анимацию, над которой в этот раз трудилась студия GSC Stuff. Также жизни картины добавляет и оригинальный дизайн персонажей Яоймангаки Канны Ки, известный по таким работам, как «Незнакомец на берегу моря» и «Незнакомец на весеннем ветру». На смену привычной, несколько холодной и даже мрачной атмосфере, присущей работам режиссёра, пришли насыщенные цвета, красочные локации и тёплая атмосфера. Немного о сюжете. Главная героиня, Сатоми, ученица обычной старшей школы. Мама Сатоми работает в крупнейшей в Японии компании, которая разрабатывает гаджеты и искусственный интеллект для всего, что можно себе вообразить. От кухонной плиты и детских игрушек до роботов-охранников и даже гуманоидных андроидов всё производит один влиятельный конгломерат. А новой разработке гуманоидному андроиду, выглядящей как девочка-подросток, суждено стать главной героиней истории и нарушительницей спокойной жизни местных старшеклассников. Прототип андроида по имени Сион под видом старшеклассницы отправляют в старшую школу с целью провести эксперимент по уровню человечности у нового изобретения и посмотреть, как она сможет адаптироваться в естественной для человека среде. Но та с разбегу сближается с Сатоми и на глазах у всего класса спрашивает, счастлива ли она. Сатоми тут же понимает, что к чему и всячески пытается скрыть от одноклассников правду о происхождении первой красавицы школы, которая подозрительно хороша буквально во всём, что может требовать типичная школьная программа. Будь то спорт или искусство, учёба и единоборство, коммуникативные навыки и даже пение. О да, поёт Сион со всей душой, если можно так выразиться, притом весьма недурно и с завидным постоянством. Порой и вовсе складывается впечатление, что смотришь не анимешную полнометражку, а какой-то мюзикл, коих в индустрии не густо от слова совсем. Но достаточно быстро всякое ощущение подростковой неловкости и неуютности уходит. Банальный как яичница на первый взгляд сценарий в определённый момент закручивается в мощный твист и на сцену выходит та самая сердцевина, та самая роботизированная мякотка драмы, за которую все любят и уважают творения автора. Может ли робот обладать душой и личностью или чего в действительности хотят роботы? Фильм вышел в октябре 2021 года и был встречен аудиторией в целом положительно. После просмотра остаётся лишь шлейф тёплой грусти и чувство, что время было потрачено не зря. Поэтому если вам близки подростковые драмы или вы любите истории о роботах, то эта картина однозначно стоит вашего внимания. Выдаём нескромные 8 баллов из 10 данной картине и плюс один чисто от меня за прекрасные вокальные партии. В сумме имеем фильм на 9 баллов, что уже о многом говорит. Всем заинтересованным приятного просмотра!